Итак, друзья, приветствую вас на канале Дешевый Китай. Сегодня у нас проектор от компании Baintec. Это уже не новинка, но довольно свежий продукт. Появился он в продажу всего лишь пару месяцев назад. Модель называется X25. И это по-настоящему, наверное, один из лучших проекторов цена-качество. Да, мы тестировали недавно очень крутую модель от Baintec, но этот проектор гораздо дешевле, качество на уровне, в общем, сейчас будем разбираться, на что же он способен. А поверьте, способен он на многое. Все-таки в базе мы получаем Android, получаем автоматический фокус, авторегулировка трапеции, в общем, крутые плюшки и самое главное, очень крутое качество картинки в разрешении Full HD. Поэтому давайте начинать. Поставляется проектор в симпатичной упаковке, на которой мы видим внешний вид проектора, а он действительно красивый. Уж поверьте, логотип компании Baintec X25. Сам проектор стильный, выглядит дорого, приятно смотреть и держать в руках. Выполнен в серо-черных тонах, есть как матовые, так и глянцевые вставки, которые, на удивление, не сильно собирают отпечатки пальцев. Спереди находится линза. Она под заглушкой, мне такой вариант не сильно понравился, она не очень хорошо и плотно фиксируется. Рядом же расположились датчики, инфракрасный порт для работы с пультом и лазерный дальномер для работы автофокуса. Система охлаждения сквозная. С левого торца относительно лицевой стороны находится перфорация для засасывания воздуха, а справа уже выходит горячий воздух. На обратной стороне находится динамик, расположился он за решеткой, мощность его 5 Вт. Сверху набор основных портов ввода-вывода, USB 2.0, HDMI, вход AV, выход 3,5 мм под наушники или акустическую систему. На верхней стороне находится минимальный набор физических кнопок для управления проектором. На нижней стороне 4 резиновые ножки и всего одна резьба 1,4 дюйма. Комплектация весьма неплохая. Это шнур питания, HDMI кабель, что очень полезно, так как не все производители комплектуют данным шнуром. Также кабель для подключения тюльпанов и пульт управления. Он стандартный для всех проекторов компании Baintec. Качество картинки, конечно, на высоте. Это далеко не бюджетный проектор, но и не особо дорогой. Шторы я зашторил, поэтому в целом в помещении темно, но это не ночь, когда действительно прям мрак. Тем не менее, картинка супер. После включения загружается рабочий стол, характерный для Android TV приставок в плиточном виде. Уже имеются некоторые сервисы, такие как YouTube, Netflix, Rutube, Spotify, Prime Video и другие сервисы. Наверху находится несколько вкладок, поиск, главная, музыка, видео, приложение и настройки. Конечно же, настройка фокусировки и трапеции срабатывает автоматически, но при желании эту функцию можно выключить в настройках и сделать это вручную с помощью пульта дистанционного управления через соответствующие кнопки. Настройки самого проектора весьма обширные. Есть и Wi-Fi 5 ГГц, и Bluetooth, можно подключить различные девайсы, также есть настройка цветопередачи и так далее. Конечно, можно устанавливать приложение как с плей маркета, так и с флешки. С этим проблем нет. Android позволяет это делать, чтобы насладиться просмотром фильмов. Итак, друзья, а сейчас мы будем проверять качество звучания данного проектора. Не делая сразу большую громкость, ставим на 25, допустим, и включаем трейлер фильма «Быстрее пули». Итак, запускаем. Добавляем громкость. Говори. Я готов. Вы получите нового, улучшенного меня. Потому что если несешь в мир добро, получаешь добро в ответ. Кажется, ты забыл, чем зарабатываешь на жизнь. Бери ствол. Каждый раз кто-то умирает. Мне это больше не по душе. Некоторые конфликты решаются только оружием. Ой, тут так круто. Ладно, что я должен стащить или забрать. Чемодан, ты же хотел что-то попроще в качестве первой работы? Проще не бывает. Ты пырнул меня? Я думаю, качество вы заценили. Это не максимальная громкость. Очень комфортно смотреть. Громкость звучания очень высокая. Больше для обычной комнаты и не нужно. И шума проектора практически не слышно. Вот сейчас я подношу вплотную. И шума я практически не слышу проектора. Поэтому это очень и очень хорошо. Что самое интересное, так это яркость проектора. Она действительно хорошая. Сейчас открытые шторы, попадает очень много света. И картинка яркая и смотрибельная. Конечно, камера всего не передает. В солнечную погоду может будет чуть-чуть похуже. Но это не сравнится с бюджетными проекторами. Все-таки модель X25 держит высокую планку. С помощью Miracast можно подключать ноутбуки или телефон по Wi-Fi, чтобы показывать презентации, играть в игры и так далее. Задержка есть. Тут никуда не деться, но она минимальная. Для презентации самое то. Да и в простые игры поиграть можно. Конечно, по HDMI задержки практически не будет. Там доли миллисекунды. Поэтому подключаем ПК к проектору и наслаждаемся крутым геймплеем. Ну что ж, друзья, вот мы и протестировали Baintec X25. Это реально крутой проектор, который мне очень понравился. Во-первых, как мы видели, нет размытий, как на дешевых проекторах. А при этом сам проектор-то стоит не так уж и дорого. Его цена на данный момент порядка 260 долларов. Но на распродажах он стоит гораздо дешевле. И впереди вот черная пятница. Возможно, будет также какая-то скидка. Потом, что мы получаем? Автофокус. Согласитесь, это круто. Автоматическая регулировка трапеции. В базе Android вам не нужны какие-либо приставки, ТВ-боксы. Все встроено уже в проектор. Качество картинки, подключение HDMI, Miracast. В общем, довольно большой спектр функций. При этом действительно классное качество картинки. Вот что я ценю в проекторе, это качество картинки и его звучание. Здесь с этим все в порядке. Но и по праву могу сказать, что, наверное, это один из самых красивых дизайнов проекторов, которые у меня были на канале. Да, прошлый проектор тоже был очень интересный. Более, скажем, премиальный. Все-таки металлический корпус дает о себе знать. Здесь же как бы все пластиковое. Есть глянцевые вставки, есть спереди глянцевые вставки. Они немножко маркие, но не такие, как я ожидал, если честно. В общем, проектор получился весьма классный. Ссылочка, как всегда, в описании и под роликом. Но на этом у меня все. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok